В доме первосвященника, куда привели Иисуса, собрались все первосвященники, старейшины и учители закона. Петр, держась подаль, следовал за Иисусом, прошел во двор первосвященника и сел со стражниками греться у костра. Первосвященники и весь Высший Совет искали показания против Иисуса, чтобы приговорить Его к смерти, но они ничего не могли найти. Выступало много лжесвидетелей, но их показания не совпадали. Нашлось несколько человек, которые встали и ложно заявили. Мы слышали, как Он говорил, «Я разрушу этот храм, сотворенный руками людей, и в три дня построю другой, нерукотворный». Но и в этом их свидетельства не совпали. Потом первосвященник, встав посередине, спросил Иисуса, «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против Тебя?» Но Иисус молчал, не отвечая ни слова. Первосвященник опять спросил Его, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» «Я», – ответил Иисус. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку от Всемогущего и идущим на облаках небесных». Разорвав на себе одежды, первосвященник сказал, «Какие нам еще нужны свидетели? Вы сами слышали, кощунство? Каково ваше решение?» Все признали, что Он виновен и заслуживает смерти. Тогда некоторые начали плевать на Него. Иисусу закрывали лицо, били Его кулаками и говорили, «Пророчествуй!» Потом Его стали избивать стражники. Петр же в это время был во дворе. Туда пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, гревшегося у костра, смотрелась в него и сказала, «Ты тоже был с Иисусом из Назарета?» Но Петр отрицал это. «Я вообще не знаю, о чем ты говоришь», сказал он и вышел во внешний двор. И тут пропел петух. Служанка увидела Петра и там, и опять стала говорить стоявшим рядом, «Это один из них!» Петр снова отрицал. Но спустя немного времени стоявшие там люди опять сказали ему, «Точно! Ты один из них! Ты ведь галилеянин!» Но Петр начал призывать проклятие и клясться. «Я не знаю человека, о котором вы говорите!» И тотчас во второй раз пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса. «Прежде чем два раза пропоет петух, ты трижды отречешься от меня!» И он горько заплакал. Рано утром первосвященники, старейшины, учители закона и весь высший совет приняли решение. Они, связав Иисуса, отвели и передали его Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь Иудеев?» «Ты сам так говоришь», ответил Иисус. Первосвященники выдвигали против Иисуса много обвинений. И Пилат опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но, к удивлению Пилата, Иисус и на это ничего не отвечал. На Пасху Пилат обычно отпускал одного из заключенных по выбору народа. В это время в заключении находился человек по имени Варава, который вместе со своими сообщниками совершил убийство во время бунта. Толпа стала просить у Пилата, чтобы он сделал то, что обычно делал для них. «Хотите, чтобы я отпустил вам царя Иудеев?» спросил Пилат. Он знал, что первосвященники предали Иисуса из зависти. Первосвященники же подговорили толпу просить, чтобы отпустил лучше Вараву. «Что же мне тогда делать с тем, кого вы называете царем Иудеев?» спросил Пилат. «Распни его!» закричала толпа. «За что?» «Какое зло сделал он?» спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче. «Распни его!» Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Вараву, а Иисуса отдал на распятие, приказав сперва бичевать его. «Распни его!»